Таких домов в Сочи мало, но они и есть общежития на улице Пластунская. Их здесь два. Большая часть комнат муниципальные, но кто в них живет? Сами ли ответственные квартиросъемщики или они сдают жилье квартирантам, сказать сложно. Хотя, судя по тому, в каком состоянии находятся коридоры и подвалы, вывод напрашивается один – хозяина в доме нет. Да и сами жители привыкли уповать на кого угодно, только не на себя. А в конце концов, прибраться в собственном коридоре можно и без посторонней помощи, и не делать надписи на стенах. Оба общежития на Пластунской относятся к управляющей компании с ЖЭК номер один. Жильцами диалога у коммунальщиков нет. Я пошла, взяла даже акт о составлении работы, чтобы он составил работу, что будет делать. Он взял вот так, кинул мне в лицо. Конечно, управляющие компании наверняка тоже претензии к жильцам, судя по квитанциям, платят таких домах за коммунальные услуги, исправно не все. Долги зашкаливают и за 100 тысяч, но это больше за тепло и горячее водоснабжение. Жильцы второго общежития решили выбрать новую управляющую компанию, и это их право. Сложнее ситуация на Мацесинской, 17, где дом полностью социальный. И там сами жильцы не смогли сменить коммунальщиков, а управляющая компания «Багратион» отметилась и в этом доме своей халатностью. Они выставили нам тариф 24 рубля с квадратного метра. Кроме этого, мы еще платим 10 рублей с квадратного метра за найм. Итого получается 34,50 за один квадратный метр. Они собирали деньги с таким тарифом, и слесарь приходил по требованию на третий, на второй день. Слесарь. Дворника как такового не было. Если мы звоним, говорим, слушайте, мы совсем грязью заросли, и они присылали в месяц один раз двух женщин, или максимум в месяц один раз, чтобы они что-то подмели. Но жильцы здесь в большей степени пенсионеры, люди старой закалки, сами берут в руки тряпки и веники и не хотят свое жилье доводить до такого состояния, как общежитие на Пластунской. Глава города Анатолий Пахомов на планерке много вопросов адресовал именно руководителям управляющих компаний относительно санитарного состояния домов и в целом их работы. И рекомендовал жильцам больше предъявлять требования к тем, кто взял на себя обязательство обслуживать многоквартирный дом. По итогам мониторинга выявлено, что не все управляющие компании выполняют свои обязательства в рамках заключенных договоров. Вы заключаете с ними договора, ну и требуете с них выполнения, и выполняют, суды подавайте. Но надо это делать. В следующем году в Сочи будет работать санитарная инспекция, задача которой – следить за чистотой в городе, в том числе инспекторы заглянут и в жилые дома. Штрафные санкции предусмотрены как управляющим компаниям, так и непосредственно к частникам. Такой опыт позаимствован у коллег из Казани.